Тема финансов волнует всех, но знаем ли мы, что ими нужно уметь управлять? А как управлять и от чего это зависит? И зависит наше благосостояние? Узнаем у Юлии Прокопьевой, эксперта по управлению финансами, налогового консультанта, профессионального бухгалтера, учредителя компании, инвестора, автора методик по финансам. Доброе утро! Доброе утро, Лариса! Юлия, спасибо, что пришли к нам. Благодарю, что пригласили. Ну, начнем с первого вопроса. С чего начинается управление финансов на уровне семьи? Вопрос, конечно, очень интересный и очень глубокий, потому что в каждой семье с финансами дела обстоят немножечко по-разному. Кто-то находится в такой ситуации, что денег все время не хватает, есть кредиты, есть ипотеки. Кто-то живет, я называю это состояние впритык, то есть когда все, что получено, оно все расходуется, но, тем не менее, какие-то определенные базовые потребности закрыты. В каких-то семьях есть небольшой избыток в конце месяца, удается что-то накапливать. Ну, а в каких-то семьях, конечно же, финансовый рай, когда хочу на Мальдивы, хочу на Багамы, хочу работаю, хочу не работаю. Поэтому в каждой семье, в зависимости от того, к какому типу эта семья относится, планирование бюджета будет немножечко отличаться. Но если давать какие-то общие рекомендации, которые бы подошли для всех категорий людей, то есть такая фраза замечательная – «Деньги любят счет». Без этого никуда. Вообще, что в бизнесе, что в финансах, все, что связано с деньгами, с какими-то категориями, есть такое правило – начни считать. Для тех, кто хочет выглядеть так, как Лариса… Спасибо вам большое, огромное. Нужно считать калории. Нужно считать там физическую нагрузку. Для тех, кто хочет, например, развития в какой-то своей профессиональной сфере, тоже нужно считать какие-то определенные показатели. Кто-то считает, если человек хочет ездить хорошо на машине, нужно считать пробег. У нас в машинах все, кто водят, видят, что всегда есть панель управления. Вот точно так же и в финансах. Финансы я очень сравниваю очень часто. Управление финансами я очень сравниваю именно с вождением автомобиля. Вот эта приборная доска, приборная панель, на которой мы видим скорость, пробег, какие-то технические характеристики. Там много всего. Я в них не разбираюсь, но я вижу, что там много всяких стрелочек и всего остального. Вот в финансах все должно быть точно так. Первое, с чего нужно начинать, деньги любят счет, поэтому нужно начинать с того, что свои деньги просто элементарно посчитать. А дальше? Вот посчитала я деньги. Например, в последнее время я тоже стала фиксировать уже свои расходы, потому что доходы стали, точнее, расходы стали превышать доходы. Вопрос, что значит считать? То есть фиксировать расходы или что? Считать, да, именно фиксировать. Причем для этого существует огромное количество разных инструментов. Это может быть обычная тетрадочка, к которой мы привыкли. Наши мамы, наши бабушки у многих, может быть, в вашей семье тоже так было. Просто ввели какой-то учет в тетрадке. То есть это самое простое, самое элементарное, но не очень удобное на сегодняшний момент, потому что мало посчитать деньги, потом с этой информацией нужно что-то делать. Да, вот интересно, что делать? Вот, мы сейчас до этого дойдем. Очень многие люди, я разговариваю, спрашиваю, вы считаете свои доходы или расходы? Они говорят, да, считаем много лет. Вот если мне человек говорит, что он считает свои доходы и расходы много лет, он делает неправильно. Это ошибка. Если мне человек говорит, я не считаю свои доходы и расходы, это мне говорит о том, что человек делает ошибку, это неправильно. Почему? Потому что нам нужно считать доходы и расходы только какое-то определенное время. Не всегда. Дальше мы с этой информацией делаем что? Мы делаем анализ. То есть первый шаг – начни записывать. Хочешь в тетрадке, хочешь в Excel. Excel, кстати, универсальный и очень удобный инструмент. Есть огромное количество приложений в телефонах. Вот мы записывали вместе с вами программу про то, как нужно вести учет финансов. И я там делилась, какими именно приложениями можно воспользоваться для того, чтобы упростить себе жизнь. На самом деле это очень увлекательно, очень интересно. Многие не ведут свой учет, потому что они боятся увидеть реальную картину. Реальную картину потребления, да? То есть куда уходят деньги на самом деле? Условно на развлечение или еще на что-то? Вообще увидеть свою реальную картину. А вот как делать анализ? На предмет чего? То есть какие критерии я должна закладывать, чтобы сделать правильный анализ? Чтобы сделать правильный анализ, то есть первый шаг, как мы сказали, вы начинаете фиксировать, вы ничего не делаете со своей жизнью, вы ни в чем себя, ни в коем случае не урезаете, не прирезаете, вы ведете обычный образ жизни. Единственный момент – все свои доходы и все свои расходы вы фиксируете. Дальше что вы делаете? В конце месяца вообще такой учет рекомендовано вести как минимум месяц, но не все наши расходы происходят в один месяц. Например, есть какие-то расходы, которые мы совершаем один раз в квартал или один раз в год. И поэтому чем больше промежуток времени, три месяца, четыре, шесть месяцев, самое оптимальное – это год. Вот если год вести учет своих доходов и расходов, вы получаете полную ясную картину того, что у вас происходит с финансами. Что вы делаете дальше? Вы смотрите. Есть доходы, есть расходы. Простая математика. Доход минус расход – сколько остается в конце? А если нисколько не остается, да? Ну так вот, хорошо, ладно, осталось сколько-то. Ничего не осталось. Ноль. Ноль. Это неплохо на самом деле, потому что у многих получается минус. Что это значит? Это значит, что человеку или семье не хватает денег на то, чтобы прожить месяц, и такие люди вынуждены идти занимать деньги. Брать кредиты, брать рассрочки, занимать у своих знакомых друзей – хорошо, если дают. А иногда человек сталкивается с тем, что все, никто больше ничего не дает. Что мы делаем дальше после того, как мы все зафиксировали? Мы начинаем разбивать все наши расходы по категориям. То есть мы начинаем собирать на еду, сколько мы потратили за месяц всего. На одежду, сколько мы потратили за месяц. На проезд, на детей, на хобби, на увлечение. То есть все свои расходы мы собираем в большие группы и смотрим, на что у нас уходит больше всего. И дальше мы делаем анализ. Здесь, конечно, без наставника, без специалиста очень сложно разобраться. Почему? Потому что я, например, на курсе у себя по финансовой грамотности. Дальше рекомендую просмотреть, насколько рациональны эти расходы в каждой группе. Мы ни в коем случае не экономим. Я вообще ненавижу это слово – экономить, и никому не советую экономить. Потому что с психологической точки зрения, когда человек начинает себе что-то запрещать, где-то себя пережимать, потом срабатывает эффект спирали, эффект вот этой разжимающейся пружины, когда хочется вообще эгегей. Вы сказали, что экономить не нужно, да? Это плохо. А все-таки давайте обратную сторону обсудим. Что значит транжирить деньги? Что значит транжирить? Я сказала, что экономить не нужно, но я не сказала, что не нужно вести покупки рационально. Очень часто у тех людей, у которых не хватает денег до конца месяца, либо кто живет в ноль, когда мы занимаемся анализом, ну то есть когда мы смотрим правде в глаза, что мы на самом деле покупаем в течение месяца, происходит удивительное открытие. Это, знаете, это прям вау, вау-эффект. Например, у меня одна ученица, когда она посчитала все, что у нее расходовалось, причем мы же в основном замечаем крупные покупки. По мелочи. А по мелочи 500 тенге, 200 тенге, ну что там 100 тенге? Да и тем более еще и на кофе, да? Еще на кофе, да, где-то кока-кола, газировка, где-то там какие-то другие напитки. Когда мои ученики начинают считать, у них вот такие глаза по 8 копеек, они увидят просто колоссальное открытие, и очень часто, что человек изменяет образ своей жизни. Потому что он по деньгам видит, что, например, у меня одна участница, она сказала, что на газировку у детей в месяц уходило около 20 тысяч тенге. В месяц, да? В месяц. У нее трое детей, ну и что там, прибежал, мама, дай на кока-колу, дай на что-то еще. Каждому дай, дай, дай. А когда она собрала все свои расходы на кока-колу, это оказалась сумма 20 тысяч тенге в месяц. Я никогда не призываю к тому, чтобы все запретить, убрать, уничтожить. Нет, ни в коем случае. Я предлагаю всем своим ученикам, тем, кто приходит ко мне, я предлагаю, а посмотрите, на что вы можете заменить. Ну, то есть, если дети любят кока-колу, если они любят там пить что-то, как мы можем экологично, для здоровья, чтобы было полезно, чем можно заменить? И она придумала, она купила сухофрукты, и она стала варить компоты. И наливать в бутылку из-под кока-колы, она стала наливать компот. То есть, это уже не про экономию, а про рациональное использование. Рациональность, совершенно верно. Экономить нельзя, экономить запрещено. А рационально подходить к своим расходам, это то, что нужно делать, и это то, за счет чего уровень жизни повышается. То есть, получается, в категории расходов, в каждой категории нужно рационально покопаться, и рационально подойти. Если человек улетает по одежде, если человек, причем вот у каждого человека, у шапоголиков особенно, есть какая-то отдельная строчка, по которой он улетает, все остальное может быть нормально, а здесь перебор. То есть, мы смотрим, что у нас в расходах, насколько у нас рациональные расходы. Кто-то, например, особенно с вредными привычками. Особенно, такой, сигареты, алкоголь. Это песня, сигареты, алкоголь. У меня одна участница, после того, как я ее попросила проанализировать свои доходы и расходы, она говорит, у меня 30 тысяч тенге в месяц уходит на нехорошие привычки. Она говорит, я в шоке, потому что я думала, что это в пределах 5-7 тысяч тенге в месяц. Спасибо большое, Юля. Огромное вам спасибо. Очень интересно вас слушать. Хочется попасть на все ваши курсы. Хочется с вами все время быть, вот как, чтобы в роли наставника. Спасибо вам огромное. Я надеюсь, что мы вас еще пригласим. Обязательно раскроем другие вопросы более глубже. Возможно, какие-то вопросы поступят от наших зрителей. И, кстати, скоро еще будет рубрика. Будет рубрика. И я открыта к диалогу. Уважаемые зрители, пожалуйста, если есть какие-то вопросы, если есть какие-то проблемы, можете в директ 5-го канала в комментариях задавать эти вопросы. И мы просто будем давать на них ответы. Может быть, через Инстаграм, может быть, через... Пригласите еще, возможно. И мы поговорим, обсудим. Мы открыты к диалогу. И я вас благодарю за то, что эту тему мы начали обсуждать публично. Потому что деньги – это очень интимный момент. У нас не принято в обществе разговаривать про деньги. Мы даже в своей семье ни с детьми не обсуждаем, мы не привлекаем всех членов семьи к обсуждению этой темы. Я очень-очень благодарна, что наконец-то пришел такой момент, пришло время, когда мы можем поговорить об этом открыто. Отлично. Отлично.